Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня понедельник, поэтому начинаем с просмотра графика биткоина, то есть применяя технический анализ. Текущая цена 21 345 долларов и 84 цента. Месячный таймфрейм, хорошо знакомый нам график. На самом деле я хочу сказать, что по сравнению с нашим предыдущим или даже нашими предыдущими обзорами, которые мы проводили в последнее время по биткоину, ничего значительно не поменялось. Вот напоминаю, что после второй вершины в ноябре началась коррекция, затем эта коррекция превратилась в большое снижение. Здесь была маленькая пауза, но мы знаем, что в основном здесь медвежьи свечи, вот здесь медвежье поглошение и идут три медвежьи свечи, которые имеют падающие максимумы и падающие минимумы. Да, до конца месяца, пока еще есть достаточно времени, там 4-5 дня, эта свеча может поменяться, но на данный момент в текущем виде она подчеркивает или подтверждает медвежий настрой, а именно продолжающиеся падения максимумов и минимумов у медвежьих свечей. Это на месячном таймфрейме. Переходим на weekly, недельный таймфрейм. Итак, схожая ситуация, вот практически падающая звезда, медвежье поглошение, мы это все обсуждали в ноябре, падение, отскок, то есть восходящий канал, как один из наших участников дрон говорил, это перевернутый флаг, да, по сути это действительно перевернутый флаг, то есть вот оно практически тело флага, вот он сам по себе флаг. Выход, выход, движение вниз. На самом деле, если мы применим такой же столбик, можно предположить, что по этому столбику, грубо говоря, ну мы отыграли по большому счету вот это снижение. Однако, если люди, которые практически добавляют этот столбик от выхода из перевернутого флага, в данном случае из перевернутого флага, то есть тогда получается вот эти уровни примерно в 10 тысяч, то есть смотря как люди применяют этот столбик. Но что хочу сказать, это чисто теоретически, что у нас есть, но мы упустились ниже предыдущие впадины, или точнее ниже впадины, которая сформировалась прошлым летом. С того момента здесь идут в основном медвежьи свечи, выпускаются максимумы и минимумы, то есть продолжается медвежий настрой. Да, если посмотреть на последнюю недельную свечу, одна практически, ну, либо бычая, либо миниатюрная маленькая свеча, которая, да, имеет максимум ниже предыдущих, то есть это подтверждает силу у медведей. Но тот факт, что она имеет впадины, или минимум чуть выше предыдущего, и находится точнее в разбросе нижней, в пределах нижнего тела вот этой свечи, это говорит о том, что здесь наступила некая маленькая пауза, будет ли она сохраняться, что будет дальше, не знаем. Есть пауза, и эта пауза в пределах вершины от 2017-2018 года. То есть вот в это время, когда сформировалась вот эта предыдущая вершина, и в тот момент это был историческим максимумом, ну, может быть, прикасаясь к этой зоне, здесь цена получила поддержку, и поэтому на прошлой неделе сформировалась вот эта маленькая свеча. То есть здесь есть психологическая поддержка, здесь наступила маленькая пауза. Но пока говорить о неком позитивном сигнале, я думаю, что нет смысла, нет ни одной большой бычьей зеленой свечи, имею в виду, которая максимум выше предыдущего, минимум выше предыдущего. Такого нет. Дневной таймфрейм. Что у нас есть? Ну, на дневном таймфрейме мы хорошо можем увидеть еще один раз вот эту вершину 2017 года. Здесь наступила пауза. На самом деле, в преддверии сильного роста в 2020 году здесь тоже была маленькая пауза. То есть это, видимо, некая важная зона. Но по скользящим средним мы видим, что у нас медвежий настрой. Почему? 30-дневная месячная идет вниз, цена ниже. 90-дневная или трехмесячная или квартальная выше вот этой скользящей средней. Конечно, выше цены. То же самое и годовая, не 360-дневная. Плюс у нас еще один раз хочу сказать, как и на прошлом деле, как и до этого. Я поэтому говорил, что в начале этого обзора, что ничего не поменялось. Все таймфреймы очень схожие. Медвежье распределение скользящих средней. Здесь 30-дневная, здесь трехмесячная, здесь годовая, то есть и цена ниже. На данный момент говорить о неком таком стабильном потенциальном росте нельзя. Конечно, в любое время все может произойти. Может произойти рост в ближайшее время, отскок. Если мы увидим некий такой первоначальный бычий сигнал, я его озвучу на данный момент. Единственное, что хочу подчеркнуть, на всех таймфреймах преобладают медвежьи сигналы. Но есть психологическая вершинка у 2017 года. Посмотрим, как она сработает. Если посмотреть на H4 или четырехчасовой таймфрейм, схожая ситуация. Вот она, грубо говоря, в зонах предыдущей вершинки. То есть, вот она практически. Мы сейчас находимся в этой поддержке. А так, после выхода из этого флага, вот столбик, грубо говоря, флаг, выход, прорыв мы практически смогли вовремя зафиксировать. К сожалению, он произошел тогда. Не было движения вверх. Но здесь идут падающие вершины, падающие впадины. То есть, медвежий сигнал. Да, конечно, можно искать некий потенциальный отскок. То есть, если по этим вершинам провести некую такую линию, можно предположить, что при отскоке 23-24 в качестве цели, при отскоке от предыдущей вершинки может сработать. То есть, вот линия практически вот этого снижения или тренда. Конечно, если при отскоке у нас здесь будет и дополнительный пробой, ситуация может начать меняться. Но на данный момент это всего лишь потенциальный отскок от зоны предыдущей вершинки. И говорить о надежном бычьем сигнале таком не стоит. Итак, на самом деле у меня на этом все по графику биткоина. Спасибо за ваши просмотры. Поделитесь вашим взглядом в качестве комментариев ниже этого видео. Так я вам, конечно, всем желаю отличного дня, удачи на финансовых рынках, хорошей недели, здоровья на первом месте и до следующего обзора. Спасибо за просмотры.